Ух, красота-то какая! Лепота! Здрасте, пожалуйста! Я его по всему дому еще, он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то? Да на кого ж ты похож, а? Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Владимир, хотела бы задать тебе вопрос. А у тебя красивый вид из окна? Вот вдогонку нашей заставочки. У меня красивый вид из окна, но меня вполне устраивает. На новостройке? Нет, у меня на реку и на памятник Александровского в некоторой мере, можно сказать так. Чудесно. Вот у меня тоже на школьный такой, ну, как бы парк, деревья тоже красота. Но сейчас во многих домах, надо сказать, вид на новостройки. И вот, можно сказать, дом в дом живут новые жильцы, да? Вот мы сегодня решили поговорить о новостройках, о многоквартирных домах. Вообще, о застройке, о гражданском строительстве, о квартирах и на цены, на жильё. Сегодня у нас в студии руководитель государственной строительной компании «Псков Жилстрой» Владислав Абрамов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и с вами этим вечером Елена Яковлева. Владимир Дягилев. Телефон прямого эфира 62-80-30. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, а также можно писать нам на WhatsApp сообщение 8900-993-0105. Давайте тогда начнём с такого общего вопроса. Вот как сейчас чувствует себя недвижимость в Пскове? Обычно, мне кажется, к концу года нагнетается такое что-то, и вот-вот мы ждём роста цен на жильё. Нет? Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. На самом деле, в Пскове недвижимость очень хорошо себя чувствует. Да, цены мы стараемся, и слава Богу, все застройщики нас поддержали, никто не поднимает, ну, особо сильно, скажем так. Поэтому спросом жильё пользуются, как я, в принципе, и предполагал, и неоднократно об этом говорил, что спрос будет только расти. И жильё у нас хорошее, качественное, поэтому спрос на жильё в Пскове растёт, он будет постоянно расти. Поэтому недвижимость в Пскове, она довольно-таки стабильная, хорошая, учитывая то, что регион находится на краю Российской Федерации. Да, это не в центре, не центральная часть её. Между двумя столицами всё равно, можно сказать? Ну, между двумя столицами, но это не столица всё равно. Очень приятно так говорить, на самом деле, между двумя столицами. А вот что ещё для этого, для такой благоприятной такой обстановки, вот жилищной, да, именно, может быть, что для этого способствует? Может быть, уютно у нас город, или же здесь комфортно, или цены не очень высокие, как вы считаете? Говорю откровенно, честно, я два года уже в городе Пскове, поэтому, как приехал, мне город понравился, и с каждым годом он становится всё красивее и красивее, и уютнее. Здесь жизнь спокойная, размеренная, нет этого хаотичного движения, как в Москве или в Питере. Здесь, на самом деле, хочется жить, здесь нет этих вредных предприятий, здесь спишь хорошо, высыпаешься, воздух чистый. Везде, куда ни поедешь, везде красивые луга, поля, озёра, реки. И сама вот эта вот природа, она, на самом деле, предполагает для жизни, не для работы, как таковой, да, для жизни, но это чувствуется и, на самом деле, по нашим работникам. Это в хорошем смысле? В хорошем смысле, в хорошем. Никого не хочу обидеть в этом плане. Но, тем не менее, вы уже два года здесь, два года работаете, ведёте бизнес. Вот для вашей работы, для вашего направления тоже комфортные условия. Вот вы говорите, что есть спрос, и всё больше как-то Псков берут в кольцо, но во стройке тогда застраиваются. Тоже благоприятная какая-то обстановка? Ну, от этого никуда не деться. Есть свободные земли для застройки, поэтому их застраивают. Это первое. Второе, всё-таки, Псков – это город со своей такой хорошей исторической историей, и застраивать рядом с красивыми памятниками культуры и истории, делать новостройки. Тем более, Псков так очень сильно любит более скандинавский такой стиль. Знаете, рядом с православной церковью ставят бетонное стекло скандинавское, но это не совсем красиво. И правильно дело, что местные архитекторы не позволяют строить дома выше этих памятников, ну и ставят там действительно какие-то строения, которые будут нам указать что-то новое, что-то там вперёд идущее, непонятное, с космическими какими-то там идеями. А вот на ваш взгляд, есть ли в городе такие объекты, которые наоборот как-то царапают глаз, когда вот смотришь и думаешь, вот зачем здесь вот это вот, например, построили рядом вот с чем-то? Ну, было такое мнение про гостиницу «Интурист», например, ранее. Сейчас как-то всё это так сгладилось, эти углы, и вроде бы гостиница вписывается в пейзаж, и рядом тоже строят там дома. Есть ли такие места какие-то у вас? Они есть, да, их немного, они есть, слава богу, и в центре практически нет. То, что вы говорите, гостиница «Интурист», ну и вообще там её сделать так вот в стиле историческом, пару там добавить карнизов, пилястр, каблучков, да, таких архитектурных каких-то изысков на фасад, и всё станет на свои места. Да, на самом деле для этого просто нужен владелец этой гостиницы, просто должен немножко потратить денег, там, ну, не всё же, в конце концов, кубишку ставить. И сразу же эта гостиница, сразу совсем другой вид приобретёт, абсолютно другой вид. Ну вот, мне кажется, здесь такая и тонкость, и сложность, как в таком нашем древнем городе объединить, чтобы и храмы были, да, памятники ЮНЕСКО, и рядом же были какие-то современные здания, чтобы всё это гармонировало. Вот над дизайном кодом города, мне кажется, бьются уже не один год наши градостроительные начальники и архитекторы, и вот застройщики в том числе думают на эту тему, да, наверное? Да, мы об этом тоже думаем и знаем, что это большая проблема, но она больше проблема, скажу вам откровенно, это стоит серьёзных материальных затрат. Мало того, что материальных затрат, но и специфика определённая, нужен определённый профессионализм тех людей, которые должны здесь работать. Те специалисты, которые могут это сделать, они находятся за пределами Псковской области. А есть такая нехватка, да, специалистов? Есть нехватка специалистов, есть, и я тоже вот немножко отвлекусь от темы, не то, что не отвлекусь, уйду немножко в другую сторону, я видел, что то, что мы застраиваем район, был перспективно 9-11 лет назад, совсем там была другая планировка территории, да, всем известный, там, не буду сейчас называть товарищ, который в Питере это разрабатывал, он делал прям гениальные вещи, и вот, понимаете, вот он как-то ушёл в сторону, сейчас он возлагляет серьёзную организацию. В Питере делал вот это всё. Да, в Питере был заказ, я думаю, что это стоило недёшево, но почему-то наши местные строители решили, что они умнее всех на свете, и как им выгодно, перекроили вот эту нашу вот Борисовича и сделали из неё, ну, на самом деле, страх. Потому что мы сейчас вот запускаем квадроторг, которые летают и смотрят, да, и мы видим, что на самом-то деле сделали прям реально какую-то чудовищную планировку, и чудовищно всё застроили. Как работают теперь на этой земле вы застройщику? Выравним ситуацию, где-то мы даже отказываемся от тех домов, которые у нас даже есть разрешение с 2018 года, но они не вписываются в те нормативы, которые мы предполагаем везти здесь, и они же вели. И это те же парковочные места, это те же благоустройства, это те же там зелёные зоны. Мы отказываемся от тех домов, да, мы понесли затраты, но лучше потерять несколько миллионов рублей, нежели, да, делать эти дома неуютные для того, чтобы люди там жили, так сказать, без удовольствия. Ну, и получается, они будут плохо продаваться, люди ведь тоже будут смотреть на вот это всё, правильно? Ну, продаваться плохо, наверное, да, но для того, чтобы хорошо продать, здесь есть определённые хитрости. Да, у продавцов, поэтому на самом-то деле, если продавец хороший, у него есть, он может продать то, что потом человек купит и скажет, ну, как я мог купиться на это и купить вот это вот дело? Хочется лайфхаков каких-то, каких-то хитростей, мне кажется. У каждого, мне кажется, вообще там, у каждого продавца своё, там, кто берёт красивыми глазами, а кто каким-то знанием конкретно про это место, если мне не изменяет память. У нас это всё есть, да, вы заметили. Да, 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 да. Напомню, телефон нашего прямого эфира, 62-80-30, или присылайте свои какие-то вопросы, сообщения на наш WhatsApp номер 8-900-993-0105. Продолжаем тогда разговор. Ну, какой-то был непростой год, вот он, к счастью, подходит к концу, лето было тоже непростое. Как на бизнес, на ваш конкретно бизнес повлияла коронавирус, пандемия? Приостановилось ли вот такое строительство, продажа жилья? Скажу вам так, что был период... Люди сели дома, и всё, да? Нет, был период, когда, на самом деле, было очень тяжко, там, порядка двух-трёх недель, потом потихоньку стало восстанавливаться. Но вот определённый парадокс есть. До коронавируса, до вот этих вот правительственных мер, которые позволили нам действительно этот рынок поднять, строительный, у нас стройка шла с опережением продаж. Да, и то есть мы не успевали, потому что нужно строить за деньги, да, за деньги, естественно, наших дольщиков. Поэтому мы, кстати, их или леяли, да, и мы сейчас к ним относимся также с трепетом. Сейчас ситуация совсем поменялась в другую сторону, то есть продажи опережают строительство. Мы бы смогли бы, конечно, чтобы этот баланс наладить более мягко, если бы не были вот эти вот ограничения по всем известной пандемии. Границы закрыты, мы на нашей стройке не досчитываемся на сегодняшний день. 400 человек, которые должны были приехать у нас в марте-апреле месяца, которых мы ждали. Из каких стран? Это из Средней Азии, это из Белоруссии, это из Армении. Но такие трудности испытываем не только мы, не только Псковская область, такие трудности испытывает, на самом деле, вся Россия. Потому что у меня много моих друзей, знакомых, бывших подчиненных, с кем я общаюсь, у которых слезно прошу людей, чтобы мне помочь. Они говорят, у нас такая же ситуация, в Москве такая же ситуация, везде такая же. Они вынуждены продлевать разрушение на строительство, потому что не успевает нехватка людей, нехватка кадров. Объясните мне, почему в нашей огромной стране не хватает строителей? Это непопулярная профессия, непрестижная, невыгодная. Почему мы должны как бы приглашать из соседних государств? Или это дешевле? Знаете, нет, 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 нет. В 90-е годы была, как я считаю, неправильная политика с тем, чтобы вот эти вот ПТУ, которые сейчас модно называют колледжами, ПТУ многие они почему-то расформировали, кроме одной нашей, так сказать, нашей республики, Чувашия. Да, там в Чувашии почему-то они остались, был такой там нехороший президент, правильно, который это все оставил, и у них на самом деле рабочие руки, рабочий кадр, они есть и на сегодняшний день есть, и они работают, и специалисты с этой республики, они разъезжают по всей России. Да, в других почему-то посчитали, что это невыгодно, что это неудобно, что все должны иметь высшее образование. Вот у нас сейчас с высшим образованием, наверное, вся страна, там, за исключением... А работать некому. А работать руками некому, понимаете? Вот такая вот ситуация. И даже те люди, которые не могут работать, да, по своей специальности, они говорят, ну, у нас диплом, будьте добры, вот диплом, значит, ну, диплом это не знание, это не опыт. То есть фактически получается так, что они получили документы об образовании, но делать они не особенно что-то умели. Ну, конечно, все же знают, в многих республиках есть филиалы и московских, и питерских, да, университетов, где есть филиалы, просто они брали, я думаю, что... Понятно. У нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Вопрос вот какого плана. Дома красивые, квартиры планировки, я не знаю точно, вот, каких я была не очень удачными, скажем так, вот в районе как раз Борисович. Вот. Но я другой вопрос. А почему такие дорогие квартиры, вот вообще 2 миллиона 100, буквально вот недавно люди купили, мои знакомые, я вчера у них была в гостях. Вы понимаете... Двушка, а двушка что это? Нет, двушка, двушка. Прихожая углами, но это ладно-то у него. Это в Борисовичах, да? Да, да. Это улица, нет, не Борисовича, наверное, я даже не знаю, это улица Венская. Венская. Балтийская, да? Ну, вообще... В общем, вас вопрос цены интересует, как я понимаю, из чего складывается, правильно? Да, у нас 2 миллиона 100, голые стены, абсолютно. Бетон и больше ничего. А остальное еще нужно вложиться в миллион. А почему сейчас вот какой-то такой... Это без сантехники, да? По вере в строительстве идет, что вот именно сдавать, собственно, голые стены, а сам доводи до ума, еще миллион вкладывай. Уточню, это без сантехники, без отделки, без всего? Нет, ну там как, газовая плита и унитаз, все. Остальное все покупай сам. И все делай. Ну, тебе кажется, такой базовый набор, мы сейчас нашего гостя спросим. Да. И второй момент, я бы хотела уточнить, вот если для такой приватной беседы, как говорится, Карла Маркса 42, по-моему, адрес, а в каком это направлении, вот от центрального рынка, вот если идет со стороны Пушкинской, центральный рынок, это вправо или влево или куда? Да, я даже не понимаю, где... Карла Маркса 42 где находится? Да, ну вот, где их организация? Ну, наверное, вот где-то около центрального рынка. Да сейчас мы пытаемся ответить. Ольга, спасибо за звонок. Да, давайте Карла Маркса вверх поднимемся. Всего доброго. Почему такие дорогие квартиры... Так, сначала надо глубоко вздохнуть. Давайте, да, с этого начнем. Из чего складывается стоимость жилья? И почему только всего лишь угоханная плита и унитаз, видимо, присутствуют? Да, давайте, наверное, со стоимости начнем. Это вопрос, который волнует всех. Кстати, я живу в Борисовичах, если что. Выдохнул? Выдохнул. Меня можно кидать камнями, то есть, ну, я отвечу. Так. С соседнего окна. Ну, стоимость жилья, она складывается от себестоимости, от месторасположения складывается. Ну, и на самом деле, что-то немножко от спроса тоже складывается. Поэтому не могу ответить, почему вы считаете, что 2 миллиона это дорого. У нас есть двухкомнатные квартиры, которые стоят за 3,5 миллиона рублей. Это кирпичные дома, теплые, малоэтажности, и там квадратура за 90 квадратных метров. И вот мы про квадраты не спросили на двухкомнатную квартиру. Да. Я так понимаю, что Ольга не совсем знала, какая там квадратура. Поэтому если 2 миллиона, предположить, что это на Венской, ну, вот там у них квартира стоит порядка 35-36 рублей за квадратный метр. Вот разделить, и можно понять, сколько стоит. Почему они без отделки продают? Ну, на самом деле, эта компания, она продавала раньше с отделкой, но, видимо, люди-то не особо-то и хотят ее покупать с такой отделкой. А, даже сами покупатели, правильно? Нет. То есть, они говорят, слушайте, мы посмотрели на вашу отделку, ребята, отдайте нам без отделки. Дайте нам без отделки, совершенно верно. Но это дешевле, в любом случае. Конечно, дешевле. Объясню, в чем дело. Дело в том, что многие компании, застройщики по всей России, не только здесь, не хотят связаться с отделкой. Почему? Потому что отделка – это конечный вид. Это всегда то, к чему покупатель реально может придраться. Да, там какая-то царапинка, какая-то неровность, она сразу блики дает под светом, там, под любым цветом, под солнечными лучами. Сразу все это, на самом деле, видно. Когда ты заешь просто бетонные стены, бетонные полы, этого всего не видно, этого даже никто не спрашивает. Ребята, еще обои поклеятся, красиво, диванчик поставить. Поэтому легче быстренько построить и быстрее это все продать. Да, это дешевле продать, нежели потом, когда ты сделаешь с отделкой все, и получать претензии от покупателей, это все, ну, не все, но, во всяком случае, много чего переделать. На самом деле, очень... Владислав Владимирович, вопрос. Я купила квартиру, вот наша семья купила квартиру, ждем, пока дом достроится. Слава богу, наш этаж уже достроился вроде бы. Будет ли плита? Да, будет ли плита, будет ли сантехника? Это обязательные такие вещи? Или вот что-то, я не помню, там всем уже занимался, я не понимаю, будет ли у нас там плита, унитаз, какие-то самые первостепенные такие вещи? Или может и не быть, просто сдают, ну, стены, наверное, да? Может и не быть. Да, если говорить об электрической плите, то там Ростехнадзор принимает все у нас, и поэтому без электрической не проверяет, работает ли это электроплита или нет. Газпром, если газ, он проверяет, он требует прямо, чтобы газовая плита была. Но у него может быть проектная декларация, и когда он проходил экспертизу, их нет, поэтому он сдавайтесь с ними. Он может просто проверить и это унести, понимаете? А какой этаж у вас будет? Восьмой. Восьмой. Просто дело в том, что у меня пятнадцатый этаж, и у нас просто физически не может быть газовой плиты. Газовой плиты, да, у вас не может быть. Да, для меня вот это было открытием, то есть я там лет шесть назад, как-то так, оказывается... Я с пищей купил куда-то. Добрый вечер, да, как бы. Оказалось, что только электроплита. Да, до десятого этажа газ. А, понятно. А сейчас вот в большинстве своем вообще делают с газом или с электричеством, или как строят? Ну, мы миксуем на самом-то деле, и поэтому ведем переговоры с нашими монополистами. У нас их два, да, это Россеть и Газпром. Приходим к консенсусу для того, чтобы что нам выгоднее. Выгоднее в газе сдавать дом или в электричестве сдавать дом. В газе, правда, лучше продается. Люди хотят, ну, если это, конечно... Это дешевле немножко потом уже, наверное. Это и дешевле, это на самом деле и в строительстве дешевле, это и в эксплуатации потом дешевле, и если у кого-то малые дети, то они, если, слава богу, есть в доме котел, да, можешь включить, и в любое время ты включил в себя отопление. То есть люди больше хотят выбирать газ, да, правильно я понимаю? Да. Это правда. Здесь такой у нас комментарий есть, в догонку нашим всем словам. Пишет нам Виталий. Есть мнение, что даже в премиум-жилье застройщик по минимуму утратится на сантехнику, что, в принципе, понятно для Виталия. И даже на толщину проводки. Приходится не только менять унитаз, но и штробить стены, укладывая более прочную проводку. Справедливо ли это? Это где, в Италии? Нет, это вот, это Виталий, наш слушатель, да. Простите, я думал, в Италии, он говорит. Нет, это все у нас тут, видимо. Ну, это жадность и возможность как-то справиться с теми ценами, которые, я не думаю, что это сам застройщик заложил там слабую сантехнику. Он просто написал, что сантехнику или аналог в проекте, а уже субподрядчик, который выполняет эту работу, чтобы вписаться. Вы же понимаете, везде проходят торги, тендеры, так называемые, которые людей заставляют падать по цене и потом выкручиваться, как-то выходить из положений. Многие наступают на эти грабли, но это вот неправильная математика. И напомню, телефон нашего прямого эфира 62 80 30, можно нам позвонить, поговорить о жилье вообще, о строительстве, о ценах на него. Или написать нам на WhatsApp для сообщения, у нас есть номер 8900-993-0105. Я сейчас предлагаю послушать нашу постоянную рубрику и затем вернуться к разговору о жилье. В этой рубрике мы с нашими гостями обсуждаем новости, которые нас как-то заинтересовали, заинтриговали, удивили, развеселили, может быть. И хотим услышать, собственно, ваше мнение. Ну вот, например, давно уже идут разговоры, и буквально накануне стало известно, что новый мост через Пскову не построят в современном стиле. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников об этом написал в своем инстаграм-аккаунте, отвечая на вопрос подписчика. По его мнению нельзя строить мост в каком-то новом стиле. Как вы считаете вообще, ваше мнение, нужен ли мост? Ну, вроде бы нужен, мы уже вроде порешали, да, в Пскове. Как вы считаете, вот необходим ли он и в каком стиле строить? Или это все-таки относится к тому, что вот мы сейчас говорили, что у нас стоит Кремль, и тут какой-нибудь скандинавский дом рядом? Мы о чем сейчас говорим? А нужно или если нужно, то какой, да? Так я понимаю. Но нужно строить или нет, я думаю, что нужно строить. Единственное, что надо найти средства оттуда, откуда-то найти средства для строительства этого моста. Я на самом деле не владею информацией, я просто знаю поверхность, читал с ней. Ну, вы наверняка гуляли там вот между высокой и плоской башней, да? Ну, хотелось бы мостом. Там бы 903, так я понимаю, да? Да, вот где река Пскова у нас. Да, где река Пскова, вот эта башенька, которую мы построили там красиво. Мост, на самом деле, я думаю, что он нужен, только вот сколько он будет стоить, и откуда будут из средства находиться. А стиль? Стиль какой? Что касается стиля, надо делать все-таки стиль, и в моем мнении, это лично мое мнение, никому не навязываю, все-таки в стиле старом, древнем, это вот он должен быть таким, как аркой, арочным, да? Потому что везде, рядом везде камень, и я думаю, что он должен быть похож на этот камень, а не подобаться тем, как в тиктоках пишут, рисуют, показывают нам китайские эти стеклянные мостики, и все там ходят, там ахают, охают, и в обморок падают. Это мостики, на которых ты идешь, как будто бы трескается, и все, да? Да, вот я видел, вот вроде он на этот похож, может быть, я ошибаюсь, но, опять-таки, я не вдавался в подробности. Я думаю, что надо все-таки делать арочный, в таком стиле, стиле вот именно древнем, но, естественно, должен быть качественный и красивый. Хорошо, Владислав Равинович, я предлагаю немножечко предназначить нашу рубрику, потому что приоритет мы отдаем нашим радиослушателям, а нам, оказывается, звонят, у нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Что-то не желаю с нами говорить. Ну, больше человек хотел спросить про мост, он только что все услышал и решил, что все. Ага. Не надо. Володя, ну, наверное, следующая новость твоя. Да, значит, эта новость очень интересная. В Пскове ищут депрессивные территории, которые можно сделать привлекательными. Вот такая вот история. Есть ли у нас депрессивные территории? Давай немножко расшифруем, о чем эта новость, да? Да, 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 конечно, конечно. Значит, пятидневный семинар «Ценности городской зелени. Что мы не видим в наших городах» стартовал 21 сентября в Пскове в рамках программы «Приграничного сотрудничества Россия-Латвия». Цель семинара – найти свежие идеи, как благоустроить и приспособить существующие парки и скверы под современную действительность и сделать их притягательными для туристов и местных жителей. Но это, кстати, очень важная история, особенно по поводу туристов. В результате будут определены две лучшие идеи для их презентации представителям власти, научному и бизнес-сообществу для дальнейшего воплощения в жизнь. Ну, в общем, понятно. Нужны депрессивные территории – это, во-первых, чтобы их облагородить, это, во-вторых. На ваш взгляд, есть ли у нас такие депрессивные территории в Пскове, которые хочется облагородить? Какие-то парки, скверы, где не хватает какой-то красоты? Я вообще не нравится слово «депрессия», «депрессивная». Что это означает «депрессивная»? Грустненькие, наверное, ну не знаю, какие вот. Я вот скажу честно, я скажу о наболевшем, мне очень интересно, что вы по этому поводу думаете. У нас есть, если меня не изменяет память, прошу прощения, если меня изменяет, дом Батова, по-моему, называется. Это бывший кукольный театр или что-то в этом было? Нет, это рядом с кукольным театром, прямо вот возле моста. Совершенно верно. Я плохо знаю историю этого места, честно, каюсь. Но, тем не менее, мне кажется, это максимально депрессивная территория, нет? Которая встречает туристов на мосту. Это тот, который вот ширмой там закрыт. Я правильно говорил? Да, да, да. Вот мне это просто, мне 32 года, я все 32 года живу в Пскове. И все эти 32 года, насколько я себя помню, мне все время замыленный глаз вот именно на это место. Вот я думаю, что депрессивная территория – это что-то в этом роде. Около дома Батова и вот там, да? Да. Ну, может быть, я не знаю, ну, каждый по-своему называет это, каждый новые словечки такие появляются. Я думаю, что здесь речь идет не о депрессивных территориях, здесь речь идет о наиболее нуждающихся, наверное, в реконструкции и каких-то изменениях территорий. Ну, как вы смягчаете углы. Так. Вот о вышеупомянутом доме Батова, если это о том доме, который я понимаю правильно, возле моста, шикарное место, шикарный дом. Я его обошел и внутри, и снаружи, и поднимался там, как можно подняться. Мне нравится очень сильно дом. Я вообще люблю исторические памятники, я люблю очень исторические дома вот эти. Очень хорошее место, шикарное место. Можно его реально восстановить, сделать. И я не знаю, как у нас некоторые наши, которые восстанавливают Зочи, до сих пор его не взяли, может, руки не доходят. Да, и там прям серьезно очень хорошее место для туристического, как раз таки, вот какого-то, ну, не скажем так, большого кластера, а, скажем так, ну, гостиницы, где можно сделать такое уютное, хорошее... Место просится, чтобы его кто-то действительно вывели из депрессии. Очень хорошее место, я просто не знаю, но это не мое дело, у меня из своих забот хватает, поэтому если еще туда буду лезть. А вообще, да, конечно, очень красивое место. Ну, если вот будет у меня время вне, так сказать, работы моей основной деятельности, или волят, или еще что-то, я с удовольствием этим домом займусь. Ну, тогда требуется немало вложения, там своя такая история, свои сложности по реконструкции, это, во-первых, памятник истории архитектуры, поэтому вы сами понимаете, да, как здесь все это будет непросто... Ну, это, наверное, из-за этого и есть основная сложность, потому что сейчас он там так стоит один, одинешенький. Уже столько лет. Да, сложно, в строительстве все сложное, понимаете, если говорить о том, что это сложно и не надо браться, то вообще думать ни о чем не надо, надо просто, я не знаю, ну, ехать в Африку, лежать и доставать бананы и кокосы, спокойно не вставая. Ну, да, дел простых не бывает, в принципе. Но переходим к следующей новости, которая, ну, скажем так, озадачила, например, меня, и есть у меня вопросы к ее инициаторам. Александр Васильев требует снести ограждение в центре Пскова, которое сам же просил поставить. Ну, как известно, он является основателем общественного движения автомобилистов убитой дороги Пскова, депутатом Госдумы. Ну, так вот, он, в общем, просит демонтировать новое ограждение, которое установлено у здания бывшего телеграфа на Октябрьском проспекте. Но дело в том, что год назад он сам же просил его и установить. Затем произошла какая-то такая вещь по новым ГОСТам, изменились ГОСТы, видимо, и теперь там вот это вот ограждение, в нем нет необходимости. Теперь Александр вдруг решил его, что нужно снести, и вновь вынес это все на суд общественности. Такая странная запутанная история с одним человеком, да? Ну, можно детектив какой-то написать даже по этому поводу. Ну, это мне, знаешь, что-то какие-то вот гоголевских персонажей, если честно, напоминают вот эти все хождения по каким-то учреждениям и прочее. Вот на ваш взгляд, как у нас вообще с дорогами обстоит дело, вот эти ограждения, разделительные зоны? Насколько комфортно в городе вообще идти, гулять и существовать? Ну, в городе гулять, конечно, комфортно, но не от ограждения это зависит. Это зависит от того, что ты любуешься архитектурой, любуешься спокойствием города. Ну, надо сказать, такие детали тоже дополняют внешний облик. Если вот есть какие-то там клумбы красивые или что-то приятное. Однозначно, однозначно. Магистральные дороги, которые идут там двухполосные, да, и многие там любят разгоняться, превышать скорость, они должны быть действительно огорожены. Но они должны быть, ограждение должен быть какой-то определенный стиль для того или иного района, для того, чтобы он вписывался вот в это место, да? И поэтому ограждения должны быть, я считаю, что должны быть обязательно, потому что дети бегают, кто-то там не справился с управлением, не дай бог, там вылетел куда-то на тротуар или еще что-то. У нас, кстати, часто я вот слышу, что там где-то на мост летает или еще куда-то, да, поэтому ограждения должны быть, но они должны быть эстетичными, понимаете, они должны радовать глаз. В общем, в истории придется еще разбираться, так что посмотрим, снесут, не снесут, установят, не остановят. Ну, еще у нас такая, последняя наша новость, связанная с красотами псковскими. Да, причем с такими современными красотами. У нас проходил во Пскове граффити-фестиваль, может быть, вы слышали о нем. Да, слышали. Так вот, «Жар-птица» заняла первое место в голосовании за лучшее граффити в рамках стрит-арт-фестиваля «Плеск» в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте. Михаил Юрьевич прекрасно отражает все наше бытие в Пскове в инстаграме, поэтому очень легко следить. Слышали вы что-то про этот фестиваль, и как вы вообще относитесь к тому, что именно граффити, именно уличная культура рисунка появляется на псковских стенах? Граффити видели бы, наверное, да? Видел я граффити, да, я видел эту «Жар-птицу», да. Но она, наверное, художественнее, чем все остальные, поэтому, наверное, она взяла первое место, она и красочнее, я ее видел, да. Стоит ли вообще на нее наносить такие рисунки? Лично мое мнение негативное к этому. Мне это не нравится. Есть строение, которое архитектор должен с самого начала, на этапе проектирования, уже так спроектировать, что туда добавлять уже ничего не надо. Понимаете? Ну, возможно, в некоторых случаях, когда был определенный период нашей страны, когда строились дома, которые, может быть, не совсем эстетичные, может, некрасивые, и, может быть, это и нужно сделать. Ну, я считаю, что это для меня, лично для меня, это, ну, не премиум. Там архитектор должен работать. Если архитектор решит, что там нужно граффити, значит, граффити. Если архитектор там решит, что нужно какие-то дополнительные вентфасады для того, чтобы подчеркнуть эту красоту, значит, должна быть эта красота. Может, он захочет, там какой-то экран должен быть рекламный, да, это пополнение бюджета в область или в город. То есть, везде должно быть какое-то согласование с архитекторами. Не знаю, правда, вот с этими граффитами были ли согласования или не были. Вот, правда, это просто не моя тема, я не знаю. Они наносятся ведь только на технические сооружения, да, вот какие-то. Ну, мне кажется, здесь... На дома тоже, у нас 9-этажные дома, да, у нас, где у нас там... По конкурсу, мне кажется. Но 9-этажные дома, насколько я знаю, это были граффити, которые посвящены МЧС. Да, да. МЧС там, по-моему, 9-й роте или что-то в этом роде, где дивизия наша, да. Здесь мне как вспомнилось вот мультип после ваших слов, как это, а вот картина у вас зачем на стене висит? Ну, дырку наобоих загораживать. Дырку закрыть, да. Ну, а что мы так помним? Возможно, возможно, и это как бы более дешевым способом вышли ситуации. Возможно. Но, с другой стороны, привнесли немножечко какой-то радости в какие-то унылые спальные районы. У меня есть ощущение, что мы просто лишний раз напомнили той же самой молодёжи о том, что, ребята, ну, можно как бы с помощью уличных рисунков, но кое-что-то донести, то, о чём нужно помнить. А вот смотрите, там была история в том, что я лично в этом участвовал, значит, когда был старый бункер, который стоит во дворе. Он такой весь, ну, какой-то бункер. Неприглядный какой-нибудь. Неприглядный, да. И он как бы неприглядный, но он находится в середине двора. И он серый и некрасивый. Вот на нём нарисовали одно из этих граффити. Вот к этому тоже вам не очень нравится эта история? Или всё-таки вы считаете, что вот здесь это было уместно? Нет, но если возле этого бункера находится детская площадка для детей, и они там играют, конечно, детям нужно какую-то краску красочную, нежели какой-то бункер ржавый или там серый. Я не знаю, о чём вы говорите. Просто если там детская площадка, в середине двора обычно не детские площадки. Ну, понятно. То, конечно, для детей красочная эта красота, это прививает вкус, эстетику, и дети становятся весёлыми, радостями. Это я за. Предлагаю продолжить наш разговор от красот таких вот нарисованных, перейти к каким-то другим вещам. Напомню, телефон нашего прямого эфира 628-1030, номер WhatsApp 8900-993-0105. Сегодня мы говорим с руководителем государственной строительной компании «Псков Жилстрой» Владиславом Абрамом. Ну, мы начали как-то с цен, и как-то плавно перешли на дизайн, и вот как-то эта тема немножечко потерялась. Хотим вот прогноз от вас. Повысить ли цены на жильё к концу этого года? Это вопрос, который, наверное, будоражит все умы сейчас, потому что там, на самом деле, бытует очень два интересных мнения, что, насколько я знаю, что цены по-любому повысятся. Вопрос в том, насколько, а второе, всё же поговаривают, что в «Пскове» сейчас не так и просто купить квартиру. Давайте цены сначала. Начнём с цен. Ваш прогноз какой-то? Всё-таки как эксперты в этом отношении. Конечно, неприятно это говорить, да, цены поднимутся. Никуда от этого не деться, и никому никуда от этого не деться. Они на сегодняшний день не поднимутся. Насколько? Ну, это, знаете, неблагодарное дело, да, прогнозировать или играть в рулетку. Сложно сказать, но не менее 10% однозначно. Насколько дальше, выше, всё будет зависеть от взаимодействия застройщиков с банками. Насколько банки будут лояльнее, быстрее подавать разрешение, давать платить, то есть расплачивать, то будут, естественно, не... А все остальные издержки, застройщик должен где-то покрывать эти издержки. Покрывать только одни наши покупатели, да, наши любимые покупатели, потому что нам проносят денег, они нам дают заработать, они дают нам возможность заниматься своим любимым делом. Поэтому повысится цена однозначно, минимум на 10%. Я раньше предполагал, честно вам скажу, месяца 4-5 назад о том, что это будет ненамного там, будет в процентах там 3-4, но это, на самом деле, это просто невозможно сделать 3-4%. С чем это связано? Это вот пандемия вдруг так повлияла, она влияет, мне кажется, на все сферы нашей жизни, и сейчас, если чуть что, где-то сваливает на коронавирус. Нет, 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 цены поднимутся из-за того, что мы переходим на искрового счета. Это у нас совсем другая форма строительства, другая форма реализации квартир, поэтому искрового счета, они более, скажем откровенно, более безопасны для покупателей квартир. И все равно, если покупатель действует, руководствует с этими правилами по покупке, то есть не идёт ни вправо, ни лево, не слушает никаких неуговоров людей. Я слышал о том, что у нас даже в Пскове некоторые берут задатки за продажу квартир, но это, на самом деле, это уголовное дело. Ребята, вот если они меня слышат, пусть подумают о том, что никаких задатков за квартиру брать нельзя, пока квартира не будет зарегистрирована в Росреестре. А, то есть до регистрации даже берут, вот так ему нужно. Да, до регистрации, там какие-то там договора придумают, что-то выдумают, какие-то там схемы непонятные. После этого и покупатели, будьте внимательны, после этого не надо потом приходить и просить, и говорить о том, что нас обманули. Вы сами вот идёте туда, в эту ловушку, для чего, не понимаю. То есть ни в коем случае не давать задаток до того, как жильё не зарегистрировано в Росреестре. Да, никаких задатков, никому ничего. Вы договор заключили с ними, договор о долевом участии, зарегистрировали это в Росреестре, после этого вы платите в договоре, определяется там какой срок, там 5-10 дней, месяц, 2 месяца, год. По договору и спокойно вы делаете, квартира за вами, и никто вас не отнимет, не заберёт. А то, что вы даёте задатки, это всё неправомерно, это всё за рамки закона заходит. Поэтому будьте внимательны. Владислав Ровинович, мы вот как-то так проскочили, два непонятных слова, по крайней мере для меня, эскроу-счета. Что это, если можно, вот простым языком для радиослушателей? Тем более, что эскроу-счета, как мы только что выяснили, они, оказывается, являются первой причиной к тому, что цены будут повышаться. Вот расскажите нам, пожалуйста, обычным обывателям, что такое эскроу-счёт? Эскроу-счёт, это пришло откуда-то из Запада, не знаю точно, даже не хочу туда вдаваться в эту историю. Эскроу-счета, они открываются на каждого покупателя жилья в банке, аккредитовом банке. Что это означает? Это означает, что приходит к нам покупатель и говорит, я хочу купить квартиру. Не проблема, мы, значит, заключаем с ним договор долевого участия при строительстве, ну, в течение, когда мы строим дом. Он этот договор приносит в банк, приносит в Росреестр, мы его, ну, через МФЦ мы всё это регистрируем, и после этого он платит, эти деньги вносит на эскроу-счета, которые находятся в банке. То есть не компания, у которой компания. Да, раньше они приходили в банк, он платил на наш счёт, и сразу они приходили деньги к нам. И вы могли на эти деньги строить дальше? Мы не могли, мы так и делали. Да, а теперь вы, получается, строите какие-то другие финансы? Теперь получается, что эти деньги, как подушка безопасности для банка, да, они накапливаются в банке, один покупатель, второй, третий, и сколько их там, сто человек на этом доме. Эти деньги все лежат в банке, и банк несёт полную ответственность по достройке этого дома. То есть он как бы их страхует. И поэтому банк сам, в свою очередь, даёт нам уже кредит. Он не даёт нам бесплатно. Хотя у него уже находятся эти вот средства. То есть эти же деньги вам даёт, но в качестве кредита? Каким-то образом? Не совсем так. Это было бы, конечно, неправильно, по меньшей мере, несправедливо. Ну, не эти же деньги, просто какую-то сумму, да. Да, потому что, может быть, нам нужно там на строительство дома 100 миллионов, он нам уже выдал банк, а мы не привели в банк наших покупателей, и они не внесли в банк 100 миллионов, они внесли в банк там 20 или 30 миллионов. Вот эти скроу-счеты, они обязательны для всех покупателей, да? Да. То есть теперь вообще для всех это обязательный скроу-счёт? Минуточку. Если застройщик строит дом на свои деньги, не берёт нигде кредиты, да, он пока не достроил дом, он может продать, но всё равно будет на искроу-счета. И у банка он может не брать деньги, но всё равно деньги будут на искроу-счета аккумулироваться. Если он дом построил сам полностью, этот дом ввёл в эксплуатацию, то никаких искроу-счетов не нужно, он просто-напросто, у него договор не до левого участия, а договор купли-продажи уже с покупателем. И скроу-счёт, это безопаснее для нас, для обычных обывателей? Для обычных, да. Он безопаснее, потому что банк берёт на себя эти обязательства, он следит за застройщиком, он просто так деньги не даёт в кредит, он проверяет каждую процентовку, насколько выполнили заказчики работы, то есть стоит ли та сумма, которую он просит в оплату, действительно эту работу сделали или нет. Поэтому банк в быток себе никогда не будет это делать, он под таким серьёзным контролем. Ну, это он как в качестве посредника, что ли, выступает, да, такого? Ну, в качестве посредника, в качестве страховщиков, да, просто, ну, немножко государство от себя так, кстати, убрало эту вот обязанность. Вот пусть банки у нас и следят, они, в принципе, и зарабатывают, пусть за этим и следят. Может быть, где-то это и правильно. Но в то же время, получается, для нас это дороже. 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 Но в то же время, нужно вспомнить, когда чуть пораньше, мне кажется, несколько лет назад была какая-то просто волна, когда люди теряли деньги, они покупали квартиры. Обманутые дольщики. Да, обманутые дольщики и теряли свои финансы, в общем-то. Кстати, вот давайте поговорим о покупательской способности псковичей тогда. Как я вижу, сейчас строится много и покупается очень много. Так ли это? Получается, деньги у людей есть, да? Ну, деньги, конечно, у людей есть, и слава богу, чтобы они были и не кончались. Вот. Но в последнее время так подскочили продажи у нас за счет нового субсидирования ставки по ипотеке. Если раньше там 10, 11, 12 процентов, 14, даже я слышал, 16 процентов люди брали под ипотеку. Сейчас она 6,5 процента. Все, что там недополучает банк, им субсидирует государство, то есть доплачивает. 6,5 процента, на самом деле, это очень хорошая ставка. Она для людей более, скажем так, приемлемая. Они могут свои действительно расходы рассчитывать, что они могут, кроме того, чтобы платить за квартиру, которой еще у них и нет, они могут и пожить с удовольствием. Тем более покупают ипотеку молодые семьи, они хотят еще и пожить, и ни в чем себе не отказывать. Поэтому здесь большинство за счет ипотеки. Но деньги все равно есть. Во-первых, нужен переначальный взнос. Во-вторых, у нас, я вижу тенденцию, что у нас берут квартиры, ну, скажем так, не премиум классовый, комфорт класса. Лучше, чем те вот... Не эконом, комфорт. Да, комфорт класса берут лучше. Люди устали от этих вот стекляшек. В которых все слышно. В которых все слышно, о которых, вы понимаете, вот я их называю муравейниками, да, ну, простят меня, мои же покупатели, я не хочу никого обидеть. Но все-таки малоэтажное строительство, оно же все-таки лучше, комфортнее. Ты ближе, ты соседей знаешь, их мало, ты их запоминаешь. А когда у тебя через... проходишь и каждые 10 квартир на этаже, и они тебе мелькают, ты их запомнить не можешь даже увидеть. И увидеть, и как-то... не то, что по именам, ты по лицам не можешь их запомнить. Малоэтажное строительство, это, во-первых, дороже, во-вторых, как мне кажется, это невыгодно для застройщиков, потому что ты на этих же метрах можешь построить, например, там, ну, не знаю, 8-этажный дом, 10-этажный дом, или же 3-этажный дом. Но дороже там квартиры будут. Как я так примитивно размышляю, конечно. Ну, вы размышляете вот именно с точки зрения экономической, да, вот насколько аппетиты у застройщиков серьезные, насколько они... хотят много съесть, да, не у всех животы большие, поэтому надо кушать столько, сколько ты съешь и переваришь. Но есть и моральная, да, сторона, этическая сторона. Хорошо бы, когда ты продаешь хорошую квартиру в хорошем доме, с хорошей территорией, и когда тебя встречают твои соседи, и благодарят, и все радуются, и у всех улыбка на лицах. Я говорю про себя реально, потому что, на самом деле, я живу в том районе, где, да, мне приятно всегда выходить и общаться с жителями, которые у нас купили квартиры, нежели жить в другом месте, где люди просто будут говорить, а я купил, потому что у меня другого выхода не было, у меня не было денег, чтобы поехать в другой район, купить там другую квартиру. Но что они мне дали на это? Я вот везде слышу, везде дует, везде шумит. В соседней квартире там неизвестно, чем занимаются, там шумят, дети плачут, да мне не выспаться, мне не отдохнуть. Ну, пришлось купить такое же дело. Нам пришлось, да, и люди начинают нервничать, переживать, у них в семье не лается, у них работа не идет, это все, они в больницы попадают, не дай бог, это все зависит. Мне кажется, что лучше принимать свой адрес, приятные слова и улыбки, нежели злые взгляды и проклятие. И работать качественно. Да, да, совершенно верно. На этой ноте мы, наверное, немножечко прервемся на рекламу, а затем вернемся к разговорам. Должен быть выбор. Продолжаем разговор, должен быть выбор, да. Ну, вот так получается, что все-таки псковичи выбирают квартиры комфорт-класса, а какие еще популярны квартиры у жителей нашего города? Это двушки, трешки, где они располагаются, в каких районах? На сегодняшний день популярны однушки все же, потому что именно, и слава богу, молодежь, очень большое количество молодых людей сейчас покупают квартиры в ипотеку, и насколько я знаю, что уже в Пскове однокомнатных квартир нет. Вот так вот даже? Да. Ну, остались, может быть, такие неликвидные первопоследние этажи, или такая планировка, это неудачно, или еще что-то. Однокомнатные квартиры. Год назад популярны были все-таки двушки, трешки. Однокомнатные не так брали. Брали больше двухкомнатные квартиры. Они как-то более поудобнее. Я думаю, что сейчас, с Божьей помощью, если нам правительство продлит нашу субсидированную ставку в банки с господдержкой, если она продлит, то тенденция сохранится. Если в ноябре месяце это остановится, как они говорили, что до ноября только эта программа действует, то снова мы перейдем вот именно на этот сегмент, где у нас будет спросом пользоваться двушки и трешки. Двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Ну, однокомнатные, они, как сказать, немножечко подешевле двушек, да? Но при продаже получается, что, как я понимаю, выгоднее продавать однокомнатную квартиру, потому что двушку сложнее продать, как я думаю. Ну, вы правильно думаете, потому что однокомнатная квартира, она по цене уже сама дешевле однозначно, а потом однокомнатная пользуется спросом в том смысле, что ее покупают и молодые семьи, и покупают также и родители для своих детей, кто-то деда учится. И поэтому они их с удовольствием берут и берут на запас, покупают те же, кто хочет свою коммерцию какую-то там увеличить для сдачи. Однушки тоже легко сдаются, нежели двушки и трешки. Поэтому однокомнатные они всегда будут. Но ведь однокомнатная квартира – это то чаще всего, с чего начинается, так сказать, жилье семейное или даже собственное. То есть сначала мы возьмем однушку, потом, если сможем, мы возьмем двушку и так далее и тому подобное. Вот у нас есть комментарий, небольшой вопрос. Срок сдачи строящегося многоквартирного жилого дома номер 3 по улице Завеличенской. По какой причине участников ДДУ не извещают об изменении сроков? Пишет нам Владимир. Нет, Владимир, здравствуйте. Мы всех известили. Если, может быть, письмо до вас не дошло, то у меня, как конверты куплены, я знаю точно, и всем отправлены извещения о том, что там… Да, я проношу свои извинения. Если вы слышали с самого начала нашу передачу, то я говорил о том, что в этом году у нас рабочих 400 человек просто не пришло из разных стран. Поэтому задержки идут. Мне это неприятно, конечно, говорить. Ну, они вот такие вот объективные, эти задержки. Поэтому дом 3, да. Хорошо, мы узнаем в контакте Владимира его фамилию, можем вам сказать, и затем, может быть, вы отправите повторное письмо. Да, да, вы отправите письмо, я знаю, к ним обязательно позвоню. Еще один такой важный вопрос, который бы хотелось затронуть хотя бы в конце нашего эфира. Сельская ипотека. Объекты Псковжилстроя находятся в Псковском районе, да, как мы знаем? Да. Могут ли покупатели этого жилья в этом районе претендовать на пониженный процент по условиям сельской ипотеки или нет? Да. Да, могут у нас аккредитованы все наши дома, которые находятся в Завидичи, они все находятся на территории сельских поселений. Поэтому там ипотека Россия и Хосбанка 2,7% могут претендовать, конечно, все, кто там будет покупать. Но насколько там Россия и Хосбанк сможет им дать эту ипотеку, нет, по каким причинам? У них есть какие-то свои критерии, этого я не знаю. А так, конечно, могут наши дома, которые строятся, они именно подходят под эту критерию. Ну вот тоже у нас радиослушатели пишут нам ВКонтакте, спрашивают, нужна ли реновация Пскова? Готов ли Псковжилстрой, если это случится, в ней участвовать? Реновация. Реновация, да, она нужна. То есть снести старое, поставить новое? Старый фонд, на самом деле, очень здесь такой серьезный. Его надо действительно, если не снести, то его как-то капитально отремонтировать, но реновация, подразумевая себе, да, снести и построить что-то новое. Вот бы снести бы Пскова, на самом деле, выстроить заново. Я смотрю просто на эти вот старые крещевки, пятиташки, как было бы красиво, наверное, да? Дом Батова, например. Что ты говоришь, памятник архитектуры? Нет, я имел в виду не сносить, а мы изначально говорили о том, что все-таки его реконструировать. Смотри, Володя. Нет, 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 ни в коем случае. Очень красивый дом. Очень красивый, согласен. В реновации, если продолжить наш разговор, это, на самом деле, не дешевое дело. Поучаствовать смогли бы в вашей компании? Да это не проблема, участвовать в этих компаниях. Здесь проблема другая, здесь экономическая проблема, проблема выгоды. Реновацию делать в Москве, где совсем другие цифры по себестоимости жилья и ее продажные, там, конечно, в реновацию, там в очередь все становятся. Что касается в Пскове, да, под реновацию, то это убийственно, это равносильно идти в петлю, сажать себя. А, то есть это невыгодно непосредственно вам, да? Конечно, это коммерсантам однозначно невыгодно. Если здесь какая-то субсидия будет идти, государство не идет на это, они только аварийный фонд дают нам, да, возможности, я имею в виду, федеральные деньги. У областных нет. В Москве и Питере это делается с деньгами города, областными деньгами. Поэтому там это удобно, выгодно, и там, на самом деле, хорошо. У нас это тяжело. Но я не буду податься подробностей, там есть механизмы, которые не позволяют экономически выгодно этим заняться. Вот и все. В Пскове. Ну и такой завершающий, наверное, два таких вопроса у меня. Самый перспективный район по жилью в Пскове? Какой? И самый красивый район, на ваш взгляд? Вот вы мне задали вопрос. Может быть, это один и тот же район, вполне возможно, но не обязательно. Полторы минутки у нас осталось. Скажу вам, что в Пскове все районы перспективные, как в Запскове, так и в Завеличье, так же и Ленинградское шоссе. Я там был, мне очень нравится этот район. Пока еще люди не понимают, но там очень перспективная застройка, скоро будет, и это правильная застройка. Почему? Потому что там все-таки есть дорожные сети, где не будут люди потом в бутылку попадать и попадать в пробки. Самый красивый район – это весь центр Пскова. Все понятно. Пора подвести итоги опроса, который мы проводили у нас в группе ВКонтакте. При покупке жилья я выбираю, спрашивали мы у наших подписчиков, и они нам отвечали. Вот разделись буквально по ровну голоса, 38% выбирают старый фонд и не волнуются, что дом могут не достроить, или выбирают частный дом, отсутствие соседей, простор и свежий воздух. На втором месте только новостройки. Вот такие вот выводы. Ну что ж, спасибо большое. Мы провели, я думаю, очень хорошо, полезный этот эфир для нас, для наших радиослушателей. С нами был в гостях руководитель государственной строительной компании «Псков Жилстрой» Владислав Абрамов. Спасибо за разговор. Спасибо, всего доброго. Прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»